Всем привет, с вами Димир, это канал Идзебро и наконец-то состоялся релиз Pet Simulator 99. Фанпэй это торговая площадка, на которой вы можете купить не только робоксы или предметы в роблоксе, но и в любой другой онлайн игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Оценка сайта 4.9 при 20 тысячах отзывов. Это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков, и за высокой конкуренции между ними на фанпэй очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов. Оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на фанпэй дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Этот релиз мы с вами встречали на стримчике больше 4 часов в ожидании игры, плюс прокачки. И это было действительно очень крутое время. 3 800 человек в пике и огромное количество лайков, огромнейший актив. Ребята, всем большое спасибо за вашу поддержку. И, конечно, ребята, я не могу не устроить розыгрыш в этом ролике. Ребята, 10 хук питомцев могут стать вашими, если вы под этим роликом наберете, давайте, 2500 лайков. Я знаю, у вас получится это сделать. Игрушка реально на большом хайпе. И вы на изи за несколько часов сможете такое количество лайков набрать. Если у вас это получится сделать, тогда через почту я отправлю вам питомцев. Правда, питомцев отправлю через PetSimulatorX, потому что пока что в 99-й версии почта не работает. Поэтому отправляйте свой логин в комментариях под этим роликом. Конечно, не забывайте подписываться. Плюс прямо сейчас у меня в Телеграме по этому кор-коду проходит розыгрыш на хук питомца. Обязательно залетайте. Будет в ближайшее время огромное количество контента. И плюс много крутых розыгрышей. После окончания стрима прошло несколько часов. И, ребята, действительно огромнейшее количество контента у нас будет. Игрушка очень-очень крутая. Сразу скажу, ребята, по 10-бальной системе ставлю 10 из 10. Задумка отличная. Реализация пока что вообще топовая. Ничего не глючит, ничего не тормодит. Плюс огромное количество разных интересных функций появилось в режиме. Ребят, сегодня первый знакомительный ролик. Постараюсь основные моменты рассказать. Потому что, действительно, глаза разбегаются. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что питомцев, которые вы переносили из Pet Simulator X, нужно забирать вот в этой машине. Заходите сюда и забирайте питомцев. Собственно, здесь в меню есть кнопочка. Нажимаете на нее. И питомцев, плюс эксклюзивки, плюс яйца вам добавляются на аккаунт. Они появляются в специальном меню. Вот здесь у вас питомцы. Собственно, большинство этих питомцев я перенес. Эксклюзивки все хранится в одном пространстве. Ребята, нет вместимости. То есть, вместо неограниченной количества. Вот сейчас, чтобы вы понимали, у меня питомцев здесь, наверное, штук 600 в общей сложности. И все это дело хранится, судя по всему, вообще безлимитно. Кроме питомцев, у нас есть меню с предметами, которые вы получаете, проходя в собственную игру. Дальше у нас есть поушины большое количество и энчанты, которые вы прокачиваете в зависимости от ранга. На 11 ранге вы сможете 5. О, кстати, я смогу новый. Сможете сразу 5 различных энчантов юзать. Смотрите, как это делается. Ну давайте, например, я выбираю этот энчант. Нажимаю сюда и хлоп, он у меня добавляется. За робокса вы можете 3 слота прокачать, 2 я уже прокачал, 3 чуть-чуть попозже прокачаю. Так, соответственно, энчанты, ребята, можно между собой крафтить, делая лучшую версию. Смотрите, например, у меня здесь энчант 1 уровня. Если вы набираете 5 энчантов, и из них в специальной машине вы крафтите уже энчанта 2 уровня. Соответственно, из 5 2 уровня вы делаете 3 уровень и так далее. Прокачиваете, по-моему, максимальный 5 уровень. Плюс есть ховерборд, который вы получаете, например, за випку. Это бесплатный ховерборд. Это за покупку, по-моему, небольшого наборчика. Там за 200 что ли робоксов я вначале купил. Это за випочку вы получаете ховерборд. Яйца, которые вы получали из Pet Simulatrix. Плюс эксклюзивные, которые вы покупаете в этом режиме. Плюс торговые лавки. Вот здесь количество 4 штук у меня уже есть. Собственно, в центре награды. Почта пока что не работает. Награды социальные. Тут нужно подписываться на Telegram. Плюс награды за вступлением в группу разработчика. Есть вип-локации. Если у вас есть випка, здесь вы можете забирать сундучок с гемасиками. Плюс локации, где вы можете эти гемчики очень даже неплохо фармить. Ребят, сразу скажу. Локация действительно супер крутая. Вы еще и квестики будете выполнять с помощью этой локации. Соответственно, в центре локи у нас большое количество яиц. Сразу скажу, ребят. Если вы полностью пройдете игру, у вас не все яйца откроются. 63 яйцо максимально. Здесь не видно, что падает хуг питомец из этого яйца. Но обратите внимание сверху. Из самого крутого яйца падает хуг питомца вот здесь. Только сразу скажу. Нужно сделать 2 реберта, чтобы хуги у вас начали появляться в яйцах. Собственно, вот здесь информация есть. 2 реберта это максимальное количество на данный момент. И, собственно, для того, чтобы сделать первый реберт, нужно дойти до 25 локации. Так, плюс в локациях у нас вот такие предметики разбросаны. Собирая эти предметики, в количестве 50 штук, если соберете, то у вас повышается шанс на выпадение шани питомца. Соответственно, ребята, в игре в данный момент 50 локаций. А смотрите, в третьей локации у нас по умолчанию ворота закрыты. Они откроются после первого реберта. Вы помните, я в прошлых роликах рассказывал. Здесь у нас колесо фортуны, есть сундук кристальный. Специальный ключик нужно будет собрать, выполняя различные квестики в ранге. И, собственно, здесь получаете тоже большое количество наград. И плюс есть хук машина из эксклюзивных питомцев. Так же, как в Pet Simulator X, вы крафтите себе яйцо. И, соответственно, получаете из этого яйца какого-то хьюч питомца. В каждой локации практически есть какой-то аппарат, какая-то фишка, какая-то функция, которую нужно использовать. А уже в четвертой локации у нас есть возможность прокачивать бесплатно за гемчики вместимость. Я купил за робоксы 15 мест. И плюс за гемчики тоже прокачал немножко свою вместимость. И вот могу сейчас еще одно место купить и еще одно место. Сразу скажу, ребята, гемасиков пока что не хватает. Но можно в Trading Plaza, которая, кстати, доступна тоже вот после первой реберта вот здесь. Там тоже можно продавать и покупать своих питомцев. Соответственно, в данный момент у меня уже 44 места. И можно еще парочку питомцев сюда экипнуть. Дэдэш, все. 44 питомца. В принципе, вполне нормально. Сразу скажу, ребят, для того, чтобы быстро пройти игру, нужны питомцы суперкрутые. Как минимум на 30 тысяч. Там что-то около того, для того, чтобы побыстрее эту игрушку пройти с другими питомцами будет очень сложно. А в некоторых локациях есть различные обе, различные мини-игры. Но, ребята, про это я буду рассказывать уже в следующих роликах. Иначе, если про все функции, фишки рассказывать, а ролик затянется, не знаю, часа на два. А плюс в локациях есть возможность купить себе разные поушины. Дэдэш покупаем. Но, ребята, ограниченное количество. Смотрите, я три купил, сейчас один купил. И все, sold out. То есть, больше купить здесь нельзя, нужно вернуться чуть-чуть попозже. Но таких машин, сразу скажу, много. А поушины первого, второго, третьего уровня. В этой машине вы можете прокачивать количество открытых яиц, которые за раз вы можете открывать. Соответственно, вот сейчас я сделал сколько? 23 открытия за один раз. Но это с учетом того, что я купил еще геймпасек на 15 открытий. Плюс, практически в каждой локации, там через одну-две локации, есть вот такие предметики, которые повышают ваш дамаг, скорость питомцев, удачу и так далее. Плюс, есть возможность купить себе энчантик. Дэдэш купили себе энчант. А и, соответственно, выпадают разные варианты. Чем больше вы открываете, тем круче будут предметы. Эти предметы падают, в том числе, из локации. А в 10 локации у нас уже есть золотая машина. В 20 какой-то локации есть возможность крафтить уже радужных питомцев. А плюс, тут различные мини-локации. Опять же, ребята, это повод для отдельного ролика, потому что в одном ролике это все делать очень сложно. Так, апгрейды. Смотрите, поушены. Вы их крафтите между собой. Выбираете, например, дэмэдж поушен второго уровня. Выбираете три штучки. Хлоп. И крафтите уже не второго уровня, а третьего. И так можно со всеми поушенами делать, прокачивать, чтобы бусты получить намного круче. Плюс, фрукты можно покупать. И так далее, ребята. Действительно много разных локаций. И, кстати, прикольная тема. Можно сокращать путь. Если у вас открыты локации, вы можете хлопать, сделать такой мув и переместиться на несколько локаций вперед. Сразу скажу, ребята, телепортик в игре бесплатный, но он доступен после того, как вы сделаете первый реберт. Обязательно ролик до самого конца посмотрите, чтобы все функции все знать. Собственно, ребята, я дошел до 25 локации. И здесь есть возможность сделать свой первый реберт. А подходите к питомцу, нажимаете на кнопочку, делаете реберт, получаете за это силу питомцев, плюс 75%, плюс вы получаете бесплатный телепортик, плюс различные другие предметы, которые сюда вам в инвентарь падают. Но, собственно, после первого реберта питомцы сохраняются, гемы сохраняются, сбрасываются все локации, то есть вашего персонажа отправляют в первую локацию и сбрасывается вся валюта. Плюс, ребята, интересная система валюты. Раньше у нас были там миллиарды, триллионы, секстиллионы и так далее. Сейчас система немножечко другая. То есть вы зарабатываете коины. Потом эти коины превращаются вот в голду, в золотые слитки. Один золотой слиток равен одному миллиону коинов. Соответственно, один миллион вот этих слитков превращается в один платинум коин. Миллион платинум коинов превращается, соответственно, в платинум слитки. Вот. И дальше пока что не знаю, не успел дойти. Но вот в таком виде теперь все эти валюты, это, ребята, не отдельная валюта, это одна валюта во всех локациях, просто в таком внешнем виде. Так, это мы с вами дошли до 25 локации. Сразу скажу, ребята, доходите до 25 локации, делайте первый реберт и дальше уже проходите до самого конца. Второй реберт можно сделать уже в последней 50 локации. Сразу скажу, ребята, нужно это обязательно делать. Ну, собственно, здесь у нас есть фрукты уже второго уровня, там третьего, по-моему, уровня. Опять же, куча мини-локаций и рыбалочки, за которые в итоге вы можете с каким-то шансом получить бесплатных юж питомцев. Но, опять же, если вам очень сильно повезет. А фьюз питомцев, кстати, сразу скажу, ребята, нельзя удалять питомцев из инвентаря. Вот что бы вы ни делали, ничего вы с ними сделать не можете. На правой кнопке, если нажимаете, есть возможность экипнуть питомца или его заблокировать. Все, удалить питомца нельзя. Чтобы избавиться от питомцев, можете зайти, например, в фьюз машину, выбрать пэтов, ненужных вам. Ну, вот, например, эти питомцы мне не нужны. Нажимаете на ОК и скрафтите какого-то одного питомца. Потом его тоже перефьюзите. Ну, собственно, таким образом можно чуть-чуть от инвентаря избавиться. Хотя, в целом, проблем вообще никаких нет. Например, у меня питомец 470 штук. Это я еще особо-то яйца не открывал. Ну, собственно, таким образом вы проходите все локации. Ребята, сразу скажу, самый крутой, самый читерский геймпасик. Это геймпас на автофарм. Как он работает? За 175 робокса вы его покупаете, нажимаете на кнопочку. И если вы находитесь в этой локации, то питомцы сразу в этой локации начинают автоматически бегать, фармить. Но вам нужно бегать и собирать монетки. Если у вас нет энчанта, например, на магнит. У меня такой энчант есть, он дает дистанцию 25, но все равно приходится чуть-чуть бегать и помогать собирать все коины. Если у вас есть этот геймпасик, вы можете с помощью телепортика отправиться в первую локацию, например. Давайте я отправлюсь в самую последнюю локацию. И питомцы останутся в той локации и будут дальше фармить. Единственное, только вам придется в локацию заходить и собирать все монетки. Но есть небольшой лайфхак, вы можете поставить, например, сюда вот такой вот магнитный флаг. Соответственно, он стоит на 5 минут, а питомцы выключаете автофарм, потом включаете автофарм. Питомцы возвращаются на эту локацию, начинают фармить. Сейчас они все придут и, соответственно, если вы с этой локации уйдете, например, на первый лок открывать яйца, то вроде как у вас коины начнут прибавляться, даже если вы находитесь далеко от локи. Ну-ка, давайте посмотрим, прибавляются или нет. Ну, сейчас они вроде не прибавляются, но вообще... А, нет, прибавляются. Все нормально. Если флаг работает, то, соответственно, вы можете открывать яйца и коины у вас будут, ну, собственно, бесконечные питомцы там у вас будут, пока флаг работает. Кроме флага у нас есть большое количество фруктов. Можно поставить копилочку, которую вы заполняете, точнее ваши питомцы заполняют. А постепенно и когда уже полностью уровень закончится, то из этой копилочки падают хорошее количество бустиков, коины там всякие, энчанты, поушены и так далее. Есть возможность поставить самый крутой, гигантский, легендарный, а, собственно, копилку легендарную, которую вы получаете, по-моему, за ап ранг. Ранг нужно, ребята, обязательно апать, забирать награду, потому что расширяя свой ранг, вы получаете дополнительное место для питомцев, для открытых яйц и так далее. То есть это действительно важная тема, плюс разные бустики и так далее. Плюс у нас в игре есть кланы. Соответственно, вы можете создать свой клан или присоединиться к другому клану. Например, чтобы создать клан, вам нужен специальный ваучер. Вы его можете на каком-то ранге бесплатно получить или купить за 300 робоксов. Я пока что свой клан не делал, но, возможно, очень скоро клан появится. И, ребята, будем каким-то образом сюда приглашать вас, вступать. Я не знаю пока что для чего это нужно, но в любом случае, ребята, мы с вами какую-то движуху обязательно замутим. Там есть топ по кланам. Ну и, соответственно, тут уже вот люди, я смотрю, есть 7 человек, 10 человек, 20 человек максимальное количество. И, собственно, топ формируется именно по количеству гемов, которые есть у игроков. Дойдя до самой последней 50-й локации, вы можете сделать второй реберт. После второго реберта у вас абсолютно бесплатно появится автооткрывание. Собственно, вы включаете функцию, открываете яйца, и вам не нужно там ни кликать, ничего делать. Это очень полезная функция. Плюс после второго реберта у вас открывается возможность выбивать хьюч питомцев, не используя гемпасик. Если вы купите гемпаса за 3 там с лишним тысячи робоксов, которые я еще пока что не покупал, то тогда реберта делать не нужно. Собственно, с первого открытия у вас есть возможность выбивать хьюч питомцев. Дальше, ребят. Следующее обновление будет 9-го числа, 9-го декабря у нас откроется заблокированная локация. И плюс, скорее всего, появятся новые яйца и какие-нибудь новые фишки. Есть в игре, естественно, торговец. В какой-то из локаций вы его можете найти, по-моему, на 20-м уровне или на 19-м. Там еще несколько торговцев. Плюс есть на 20-м уровне детский садик. Опять же, я пока что все локации еще не запомнил, но вот так вот по памяти некоторые темы вспоминаю. Да, в пляжной локации есть детский садик. То же самое, как Pet Simulatrix. Отправляйте сюда питомцев и получайте какое-то количество наград. Плюс, естественно, за робоксы можно еще 10 слотов открыть. И тогда по 20 пэтов можно будет сюда отправлять. В общем, ребята, вроде как все фишки я вам постарался рассказать. Действительно, информации очень много в голове, инфы дофигища. Каждую локацию реально хочется рассмотреть, каждую функцию. Но самое главное, дойдите до 25-го уровня. Сделайте обязательно реберты. Обязательно первый реберт. И постарайтесь после этого дойти до 50-й локации. Да, это сделать непросто, но в любом случае это нужно сделать. И после этого сделайте второй реберт. И потом уже прокачивайтесь просто по максимуму. Не забывайте, ребята, подрубать под этим роликом лайкосики. Давайте так, 2500 лайков. Это первый ролик по игре. Это большой хайп. Я думаю, что вы без проблем наберете. Если у вас получится это сделать, я 10 хугов отправлю вам на почту в Pet Simulator X. Поэтому под роликом не забудьте обязательно оставить логин от Roblox из Pet Simulator X, чтобы я туда на почту вам этих питомцев перекинул. На этом все, ребята. Очень скоро будет много контента, много интереснейшей информации. Игрушка действительно супер топовая. И не забывайте в комментах тоже писать мнение по поводу игры. Мне кажется, пока что наши ожидания действительно оправдались. На этом все, ребята. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok